МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Гленчек, Аргайл, Виши, Нова, Тартаны, Принцуэльский. Многие подумают, что это просто клички пацанов на районе. На самом деле это просто разновидности принтов клетки. Как с этим модным образом справились наши участницы? Давайте узнаем у нашего жюри. Кроме этих разновидностей принтов, существует еще масса вещей в клетку. Ну вот действительно, что угодно. Пальто, шарф, обувь, юбка, платье. Все, что угодно. А вы выбрали клетчатые рубашки. Супер. Вообще самые лучшие клетчатые рубашки. Дискотека 90. Да. Анастасия, в вашем образе мне интересно исключительно вот эта вот металлизированная юбка. Она выглядит неплохо, она выглядит интересно. И, возможно, вот такой вот контраст вещей из каких-то разных направлений, разных стилей выглядит и, в общем-то, оправданно. Но я не понимаю, почему вот не доработать этот образ, почему его не доделать. Зачем нужно взять вот эту вот рубашку, которая так странно на вас сидит, так странно выглядит. И, в общем-то, неплохая юбка. Но вот все в сумме, оно не вяжется. Соломия, в общем, я, смотря на вас, понимаю, что вы сделали. Вы взяли какую-то рубашку из прошлых сезонов и оделись сейчас, как можно было бы одеться и пять лет назад, и шесть лет назад, и десять лет даже назад больше. Но выглядите вы, к сожалению, в этом совсем не модно. Как певица в стиле кантри, к сожалению. Спасибо огромное. Переходим к обсуждению нашей третьей участницы. Я думаю, это, что, наверное, вы очень, Соня, креативили, что у вас вот так вот подтяжки, да? Креативила, конечно. Ну, смущает вот это вот, ваша грудная сдавленная клетка вот так вот, крестом, вот это вот смущает. И уже, так сказать, вот эти вот брючки, они с поднаваленным низом, как-то сзади, так, знаете, с убитого бойца, ну, не знаю, уже не очень круто. А вот эти стразы на вот этом поясе, это вот как на креативе? Это по какому принципу? Это мой стилист депрессии просто был. А, я понял. Ну, наверное, с Будуната, да? И заразил вас, видимо. Кашлял близко. Повелись, и ремень этот вынесли, и нам прямо перед глазами его. И вот это, он так, да, вот так вот. Это подарок, знаешь, как ты говоришь? Ну, Мария, конечно же, вас отличает от остальных трех участниц, что вы не в рубашке сейчас, а в платье. Ну, в платье, конечно, вы такая клеточка, такая одноклеточная. Одноклеточная. Жесть, ну, честно. Вот эта ковтюлька, она подходит по тону платья, она подходит. Я могу сказать, что... Мне тоже. Не так совсем уже плохо в этом луке. Здесь можно, да, Полин? Здесь можно согласиться с тем, что она даже мозг включила, когда собирала эти вещи. По колористике все отлично подходит. Я не могу понять. Это же платье, ну, довольно-таки легкое такое. К чему вы надеваете эти колготы? Такого цвета. У вас колготы, понимаешь, что ноги грязные сейчас. Казалось бы, задание достаточно простое. Клетка, и девушки должны были с ним справиться. Но абсолютно все его провалили. И сейчас мы видим просто участниц конкурса красоты в Техасе и первую жену Карлсона. Очень нелегко будет судьям выбирать, кого же одного провалить под подиум прямо сейчас. Ну что, коллеги, это очередное разочарование сегодняшнего дня. Я в шоке от Саламии. Но это совершенно уровень. Девятый класс. Девятый класс. И неинтересно, что это тоненький ремешок, который она в джинсы ставит. Но уже вообще никто тоненькие ремешки. Друзья мои, в джинсы тоненькие ремешки вставлять не надо. Либо вставлять ремень по ширине петли, либо вообще туда его не вставлять. Ну а ремень Сони, это просто застрелите меня сразу, пусть будет и первый выстрел, он же и контрольный. И как по мне, образа не было. Ничего интересного я не увидел. Ну подтяжки, которые задам наперед надели. Ну такое. Ну и конечно же, этот вопиющий пояс. Ну слушайте, ну при чем, да? Вот даже вот эта вот Мария, певица из выдуманной группы, она не позволила себе надеть вот эти вот стразы. А дизайнер вот надел их. Вот как это может быть? На Марию я считаю, что ты слишком уж ополчился. Цвет туфель правильный. Платформа неправильная, колготы неправильные. Платье нормальное, но принт сильно полнит и расширяет. А свитер сверху тоже нормальный. А по цвету это все она выполнила достаточно хорошо. Совсем жесть Анастасия. Почему? Потому что юбка была отдельно, рубашка отдельно, обувь отдельно, колготки отдельно. Там все, ничего не срослось. По поводу Анастасии, Сережа, я вас поддерживаю, мне тоже не понравилось, как она интерпретировала клетку в своем варианте. Она совершенно одела вещи, как любит говорить наш коллега Даниил, которые между собой совсем не подружились. Кто надел рубашку в клетку? Кто похож на табуретку? Кому самое время отправляться в Техас? Пасти там молодых бычков. Чью клетку нужно запереть в клетку? Кто не дойдет даже до полуфинала? Самое непредсказуемое фэшн-шоу страны икона стиля прямо сейчас покидает... Анастасия Асон! Мне кажется, что реально несправедливо. То есть, ну, девочки были одеты абсолютно неприкольно, неинтересно и нестильно. Соня сельский жилоб гламур. Привет ей большое. Я не понимаю, честно, как ее могли оставить. Ну, реально. Спасибо. Спасибо.